Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «О чем молчит время» и мы продолжаем наше путешествие по Рязанской области с тем, чтобы рассказать вам об удивительной истории родного края, его преданиях и легендах. И сегодня наш путь вновь лежит на древнее городище Старая Рязань. В нашей прошлой программе мы попытались представить, какой была Старая Рязань до нападения на нее войск татаро-монголы, что стало с этими землями после их разорения. Сегодня же, как и обещали, мы поговорим о кладах, легендах, преданиях, а также о настоящем и будущем Старой Рязани. Если чуть серьезнее заняться изучением былин из Казани и Древней Руси, то окажется, что родиной многих легендарных личностей является Рязанская земля. Но, например, считается, что один из трех богатырей, изображенных на известной картине Воснецова, родился именно здесь, в Старой Рязани. Добрыня Никитич Золотой Пояс был сыном купца Никиты Романовича. Видимо, именно благодаря профессии своего отца Добрыню Никитича и называли «золотым поясом». Так в немецких известиях обозначали знатных русских купцов. Имя еще одного героя русского эпоса связано с Рязанской землей. Евпатий Калаврат во многом напоминает героя русских былин. Однако ему пришлось биться не с Соловьем-разбойником и не с Игорячем Паганом, а с самым реальным врагом Руси – войском татаро-монгол. Об этом героя земли Рязанской мы узнаем, в частности, из литературного памятника Древней Руси – повести о разорении Рязани Батыи. Это произведение состоит из нескольких частей, и одна из них полностью посвящена рязанскому вельможа Евпатию Калаврату, который в момент разорения Рязани находился в Чернигове. Однако, узнав о том, что на его родную землю напали, он вернулся и, собрав дружину численностью 1700 человек, отправился вслед за войском Батыи. Испугались воины хана Батыи, поскольку решили, что их настигли те самые убитые рязанцы. А рязанцы – люди крылатые и бессмертные, сказали они. И бились неудержимо, и воевала небольшая дружина Евпатика Калаврата с войском хана Батыи. Бились достойно, один с тысячой, а два с тьмою. И, как описывает эти события книжник, едва-едва убили самого Евпатика Калаврата и стенобитных орудий. Даже хан Баты признает преимущество рязанских воинов и говорит о том, что в скольких землях они не воевали, но таких воинов, как рязанцы, они не встречали. Некоторые ученые-историки считают, что эпический рассказ о подвигах Евпатия Калаврата был написан на основе народных преданий времен Ордынского нашествия. Или же на основе другого литературного произведения, не дошедшего до наших дней. Во всяком случае, в Мазуринском летописце 17 века летописи, собранные из более древних источников, указывается отчество Евпатия Калаврата – Львович. А этот факт косвенно свидетельствует о реально существовавшем прототипе легендарного героя. Впрочем, даже если Евпатия Калаврат всего лишь литературный персонаж, созданный воображением древнерусских сказителей, все равно он достоин памяти потомков. Сегодня памятник герою является одной из достопримечательностей Рязани. В 2007 году он был установлен перед зданием главпочтамта. Прославили рязанскую землю и женщины. Но кто не знает былину об Авдоте Рязаночке, которая благодаря своей мудрости и смелости вызволила из неволи не только свою семью, но и других пленников. Известна еще одна рязанская женщина, только не былинная, а по всей видимости реально существовавшая – княгиня Евпраксия, жена рязанского князя Федора Юрьевича. Узнав о смерти своего мужа, она предпочла умереть вместе со своим маленьким сыном, но не попасть в руки нечестивых завоевателей. Еще одна легенда старой рязанской земли связана с именем святителя Василия, епископа Рязанского, который, согласно летописным источникам, жил во второй половине XIII века. Изначально святитель Василий был епископом Муромским, однако горожане восстали против него, несправедливо обвинив в поступках, не подобающих архипастырю. Тогда после длительной молитвы святитель вышел к реке Оке, распростер на воде свою епископскую мантию и стал на нее, держа в руках образ Пресвятой Богородицы Муромской. Сильным ветром его понесло против течения, и через несколько часов он доплыл до Рязани, где был принят с почетом рязанским князем и народом. Сегодня на Старой Рязани отмечено место, к которому, согласно легенде, пристал святой старец. А в церкви, построенной неподалеку в XVIII веке, сегодня молится иконе святителя Василия, который считается покровителем земли рязанской. Помимо преданий, которые своими корнями уходят в глубокую древность, появляются на территории Старой Рязани и новые, не менее интересные легенды. Одна из них связана вот с этим огромным валуном, который спрятался среди древних валов. Несмотря на довольно труднодоступное место, которое облюбовал себе этот камень, тропинка к нему не зарастает летом и не заметается снегом зимой. Многие считают, что это необычный камень. Одни верят, что он является источником энергии, другие, что он способен этой энергией излечивать, третий же считают, что этот камень исполняет желание. Строится предположение, что наши предки, населявшие некогда Старую Рязань, поклонялись этому валуну, так что к нему прикладываются, его поливают молоком и оставляют ему требы, подношения. Чаще всего это монеты или конфеты. А на растущих рядом деревьях и кустах можно увидеть разноцветные ленточки, завязывая которые люди также загадывают желания и верят, что они сбудутся. Однажды даже мы здесь нашли, на этом камне стояла маленькая такая игрушечная машинка, джипик. Наверное, кто-то очень захотел большой джип себе получить и поставил маленький джипик, чтобы камень этот ему помог, этот джипик приобрести. Верить в чудесные свойства этого камня или нет, личное дело каждого. Конечно, ученые относятся к легендам, которыми обрастает этот валун с определенной долей скепсиса. Они уверены, камень принес сюда ледник и никакой сакральной роли в жизни наших предков он не играл. В то время, когда сюда спустился ледник, этот ледник притащил с собой с севера, из Карелии, из Архангельской области, притащил огромное количество валунов. И эти валуны долгое время оставались под землей, пока какой-нибудь овраг случайно не разъедал кусок поверхности, и этот камень не оказывался на краю этого оврага и выпадал. Вот один из таких камней, связанных с ледником. То есть он, в общем-то, древний действительно камень, но он имеет более простое значение, такое происхождение. Согласно еще одной выдвигаемой свободными исследователями теории, этот камень был закладным камнем Старой Рязани. Действительно, существовало на Руси подобное понятие. Однако ученые считают, что этот валун вряд ли мог быть заложен при строительстве города. И тому есть несколько причин. Во-первых, его невозможно поднять и перевести, такой камень. Хотя не могут возразить, сказать, что в Египте еще более крупные камни возили. Но, с другой стороны, город был основан не здесь, он был основан там, где сейчас северное городище. Эта часть города была построена уже в середине 12 века, когда население города и всей Руси было, в общем-то, уже в значительной степени христианским. Конечно, существовали пережитки, но в основном мировоззрение, как раз в это время, в середине 12 века, оно перевернулось окончательно. Игорь Стрекалов приводит этому следующее доказательство. В языческие времена кладбище располагались за пределами города. Согласно существовавшим верованиям, мир мертвых должен был находиться на расстоянии от мира живых. А с принятием христианства меняется и отношение к загробному миру, и кладбище устраиваются на территории города. А так как кладбище раскопки, на котором ведутся в этом сезоне, находится на северном городище и датируется 12-13 веком, то можно утверждать, что в это время христианство плотно утвердилось в сознании наших предков. Хотя определенные отголоски языческого мировоззрения сохранялись тогда и сохраняются до сих пор. А как еще объяснить веру в то, что камень может исполнять желание? Кстати, выпал валун на это место не по своей воле. В 2005 году местные жители помогли ему в этом. Как вы думаете, зачем? Ну, конечно, они искали клады, которыми так славится Старая Рязань. Первый клад Старой Рязани, который, кстати, состоял исключительно из золотых предметов, был найден в 1822 году. Опахивая края дороги, его нашел крепостной крестьянин по фамилии Ефимов. Именно после этой находки и началось серьезное изучение городища. Правда, изначально исследования Старой Рязани носили весьма хаотичный и не совсем научный характер. Нужно учитывать, что в то время в России, по сути, не было специалистов-археологов. Но, тем не менее, Старая Рязань стала привлекать достойных исследователей. Городище, а также клад 1822 года изучал специалист по русской старине Константин Колайдович, потом любитель древности Алексей Оленин, а затем деятели ученые архивной комиссии. Первоначально Старую Рязань, ну как ее изучали, попадались какие-то интересные вещи или какие-то клады, не клады. Во всяком случае, скажем так, в 1822 году впервые занялись археологией Старой Рязани. А первое, что люди где-то жили, что у них были какие-то печки, это установлено было значительно позднее. Первые печки были найдены в 1905 году, а первые жилища, о первых жилищах стали писать с 1926 года. Ну, в общем, такие более-менее современного типа исследования начались после Великой Отечественной войны. За все время исследований Старой Рязани было найдено 17 кладов. Последний, так называемый, клад ювелира был обнаружен участниками Старой Рязанской археологической экспедиции в 2013 году. Этот клад позволил ученым заглянуть в повседневную жизнь горожан накануне нашествия, узнать, над чем работал мастер-ювелир, какими инструментами и матрицами он пользовался, из каких материалов изготавливал изделия. А еще в этом кладе археологи обнаружили языческий оберег, перунову стрелу. И снова мы возвращаемся к тому, что, несмотря на принятие христианства, языческое мировоззрение полностью не искоренилось. Положил туда, помимо этого ценного, еще и этот вот оберег, перунову стрелку, которая защитила и в 13 веке, не позволила никаким людям в то время, хотя сам он, конечно, не вернулся за этими вещами, то есть он либо погиб, и все его родственники либо оказались в плену, но пролежал этот клад 800 лет в земле. И даже в эпоху расцвета черного копательства, этот клад, который лежал на не очень большой глубине, он был защищен тем, что в 26 году, в 20 веке, Василий Алексеевич Городцов проводил здесь раскопки. Его раскоп прошел буквально в 3-4 метрах от места находки клада, и отвал его раскопа перекрыл это место. И таким образом не позволил вот этим вот металлоискателям прозвонить это место, и оно было хорошо защищено. Для историков и археологов ценность кладов определяется не количеством золотых и серебряных предметов, а той информацией, которую эти предметы могут нам поведать. Так, например, сегодня с уверенностью можно утверждать, что на территории Старой Рязани жили и работали искуснейшие ювелиры. Украшения, созданные их руками, вдохновляют на творчество и современных мастеров. Ювелир Иван Ягодкин уже довольно давно заинтересовался историей ювелирного искусства. Не являясь ученым, он проделывает не менее кропотливую работу. На основе различных находок, в том числе и клады в Старой Рязани, изучают древние техники и методы, которыми их выполняли наши предки. С одной стороны, ювелирное искусство далеко шагнуло за последние сто лет, но с другой стороны, посмотреть, то, что касается ручного изготовления, дуального, оно практически не изменилось, и все техники, приемы практически остались. Основной целью Ивана на сегодняшний день является создание копий предметов клада 1822 года, которые экспонируются в оружейной палате. И первые шаги на пути к реализации мечты уже сделаны. Им реконструирован один из медальонов старой рязанских барм. Единственное отличие этого медальона от оригинала в том, что сделан он из серебра, а золотом лишь покрыт. В остальном же Иван точно следовал за древним мастером. Точил по размерам камни, напаивал пышные узоры из тонкой золотой проволоки. Так это делалось очень долго. Самое трудное здесь оказалось даже не перегородчатый эмаль, хотя техника очень кропотливая. Здесь перегородки выполнены из толчайших лент, очень тонких, 0,1 мм где-то. Они отделяют один цвет эмаль от другой. То есть тоже загадка стала для меня, когда я начал делать, как они вообще могли в самые маленькие детали помещать эмаль. То есть я под микроскопом наносил эмаль, вот в глазки, в ротик, то есть в брошки, в зрачки. То есть очень кропотливая, чтобы не перемешались цвета эмали. Людей, подобных Ивану, которых вдохновляет творчество наших предков и земля, на которой они жили, немало. Поэты, художники, музыканты, они сочиняют стихи о Старой Рязани, пишут музыку и картины. Наверное, в них и заключено настоящее и будущее этого городища. Ну и, конечно, не стоит забывать об археологах, которые год за годом продолжают свои исследования и делают удивительное открытие. А в будущем ученые надеются, здесь будет археологический парк. Создание археологического парка – это одновременно и работа экспедиции, и экспозиция под открытым небом, и организация экскурсий, и многое-многое другое. И вот эта вот идея, к сожалению, пока она не реализовалась, она только-только в начальной стадии находится. И она предполагает и музеификацию каких-то объектов более наглядную, то есть музеификацию и сохранение фундаментов древнерусских храмов, музеификацию каких-то интересных местроскопок, о которых мы можем достаточно точно сказать, что как выглядел дом, усадьба, где проходила улица, где были надворные постройки, где были жилые постройки. Все это каким-то образом частично должно быть музеифицировано и показано, чтобы человек воспользовался возможностью именно музея под открытым небом, музея в натуральную величину, чтобы он прошел по древней улице. Так что городище не погибло в 13 веке, оно продолжает жить, рассказывая нам грустную историю о древних временах. Ну что ж, на этом наше путешествие по Старой Рязани подходит к концу. Но в нашей области еще множество удивительных мест, о которых мы хотели бы рассказать. Напомним, с вами была программа «О чем молчит время». Увидимся в следующем месяце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова